МАГАДАН На днях компания «Стройтрансгаз», выполняющая по договору строительно-монтажные работы по берегу укреплению, завершила укладку особо прочных железнобетонных конструкций. Сейчас поверх них укладывается асфальт. В отличие от более привычной на Колыме щебенки, железнобетонная основа способна выдержать самые тяжелые грузы. Это решение также снижает нагрузку и на берег. Несмотря на многочисленные мнения скептиков и злопыхателей, спустя 4 года аварийный участок на портовом шоссе будет заасфальтирован и открыт для двустороннего движения. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с днем города. Магадан – наш общий дом. Здесь мы живем, работаем, растим своих детей, радуемся и печалимся. Город удивительной судьбы. Он наполняет нас силами и энергией его основателей. Ведет нас вперед, дает возможность проявлять свои таланты и воплощать в жизнь мечты. Сегодня Магадан на волне позитивных перемен. Новые школы и сады, дворы и скверы, спортивные и культурные центры, жилые комплексы. В городе кипит стройка. В рамках программы «Столица» обновляем дома, ремонтируем кварталы, развиваем инфраструктуру. Продолжаем реконструкцию городских дорог. Приступили к созданию этнопарка «Дюкча». Станет еще комфортнее и интереснее всеми любимый парк «Маяк». В этом году Магадану присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Это высокая оценка вклада наших ветеранов в победу. Я поздравляю всех с праздником. Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях. Расти крепней и процветай, любимый Магадан! Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме ВКС представил региональным полицейским нового начальника УМВД России по Магаданской области Александра Поставалова. Глава МВД России обозначил направление, которое требует приоритетного внимания. И в Удмуртии, и в Магаданской области увеличилось количество жалоб на неправомерные действия сотрудников при приеме и рассмотрении заявлений. В этой связи прошу держать на постоянном контроле вопросы функционирования дежурных частей. Владимир Колокольцев пожелал Александру Поставалову успехов. Он верит в то, что при поддержке заместителей и коллектива сотрудников Александр Поставалов сделает все для безопасности региона. «Разрешите выразить благодарность за оказанное доверие. Работа в новом регионе для меня большая честь и большая ответственность. Хочу заверить вас, товарищ министр и руководство региона, что приложил максимум усилий, все свои знания и профессиональный опыт для выполнения поставленных приличным составом управления задач». Третья волна коронавируса на Колыме. Первые случаи дельта-штамма COVID-19 в регионе выявили в мае этого года. Как отмечают эксперты, именно этот вид вируса вызывает рост заболеваемости в области. Болезнь проходит по-другому, рассказывают специалисты. На Колыме количество заразившихся подходит к пиковым показателям. Однако есть и изменения в возрасте болеющих. «Уровень контагиозности при дельта-варианте новой коронавирусной инфекции очень высокий. Это мы видим по семейным очагам, видим по тем случаям инфицирования в трудовых коллективах, когда заболевают практически до 80% лиц, контактирующих с заболевшим. Независимо от того, какая стадия у заболевшего. Это инкубационные последние дни инкубационного периода или первые дни клинических симптомов». Реже всего болеют дети – 9%. Переносит вирус они легко, утверждают эксперты. 17% – колымчане от 18 до 30 лет. 20% – люди от 31 до 40 лет. 13% – магаданцы от 41 до 50 лет. Половина заболевших – люди социально активные, которые участвуют в жизни региона, общаются с друзьями, родственниками, посещают различные заведения. Как же выявляют заболевших? 18% – профилактические исследования, 61% – люди с признаками ОРВИ, 21% – те колымчане, у которых есть симптомы пневмонии. Медики призывают не заниматься самолечением и обращаться к врачу при признаках болезни. Я очень прошу, обращаюсь с таким горячим призывом ко всем жителям нашего региона не принимать без назначения врача антибактериальных препаратов и тем более гормональных препаратов с целью лечения новой коронавирусной инфекции, если вы считаете, что она у вас есть. Коронавирус имеет тяжелые последствия, говорят эксперты. Треть умерших за последние полгода болели COVID-19. Но ни одного случая летального исхода среди тех, кто вакцинировался, не было, утверждают медики. Прививка на 98% защищает от болезни. На территории Магданской области привиты больше 35 тысяч человек. Из них 117 заболели коронавирусом. Это меньше 1%. При этом у всех этих пациентов течение заболевания легкое. Ни у кого не развилось фатальных осложнений, которые могли бы привести к смерти, к летальному исходу. На сегодняшний день охват населения в Магаданской области составляет чуть больше 30% взрослого населения. Процент выполнения плана, мы с вами все хорошо знаем, что мы должны для того, чтобы предотвратить циркуляцию вируса в субъекте, иммунизировать не менее 60% населения. Это 66 тысяч человек. Меньше всего вакцинируется в Магадане. Это 26%. В большинстве районов Колымы количество привитых выше. Лидеры – Тенькинский, Средниканский и Северо-Ивенский городские округа. Эксперты призывают колымчан прививаться. Тем более, уверяют медики, запас вакцины в регионе есть. В связи с ротацией действующего состава общественной палаты города Магадан освободилось два места. И мэрия областного центра объявила прием заявок на включение в состав новых уполномоченных представителей общественных организаций. Всего поступило 6 заявлений от различных организаций. Уже в эту пятницу все кандидаты смогут представить себя и рассказать, с какими идеями и проектами они идут в палату и в чем их преимущество. После этого члены городской общественной палаты проведут тайное голосование, в ходе которого выберут двоих новых членов на срок полномочий действующего состава. Помню, что общественная палата обеспечивает взаимодействие жителей города Магадана с органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Общественная палата существует уже 12 лет. За это время были решены вопросы местного значения в экономической области, повышение качества медицинских услуг, контроля качества местного самоуправления, социально-экономического развития города и многие другие. По указу президента полагается выплата на детей от 6 до 18 лет, гражданам с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по основным общеобразовательным программам или их законным представителям. Обязательные условия – наличие российского гражданства у ребенка и его законного представителя и проживание на территории России. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Если в семье более одного ребенка, то сумма выплачивается на каждого. Для того, чтобы получить деньги, семьям нужно подать заявление в пенсионный фонд. Для заполнения заявлений используется информация, которая включает в себя фамилия, имя, отчество и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление. Сведения о детях, в том числе СНИЛС и свидетельство о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже не актуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию. Прием заявлений будет осуществляться с 15 июля до конца октября 2021 года.